Итоги прошедших выборов подвели в городском округе. Подробнее в нашем следующем сюжете. С 17 по 19 сентября на все территории России проходили выборы в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание Приморского края. Жители городского округа Фокина проявили свою гражданскую позицию, итоги которой подвели 21 сентября. Уверенно можно сказать, что выборы состоялись. Явка избирателей составила порядка 46 с небольшим процентом. То есть активность избирателей была довольно высокая. Большую активность в избирательном процессе проявили жители поселка Дунай, микрорайона Руднево и острова Путятина. Замечено, что островитяне всегда имели отличные показатели явки. Свои голоса жители муниципалитета оставляли за людей, которых знают в лицо. Кандидаты, чьи имена присутствовали в бюллетенях, проживают на территории Приморского края. Избиратели у нас, напомню, получали 4 избирательных бюллетеня. Ну, в основном 4 избирательных бюллетеня, поскольку голосовали мы по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по двум бюллетеням. Один по спискам партии, второй за кандидатов одномандатников. И такая же история по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Один бюллетень по спискам партии, второй бюллетень по выборам кандидатов одномандатников. По результатам, по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по партийным спискам, большинство голосов получила Всероссийская политическая партия «Единая Россия». На втором месте с небольшим отрывом политическая партия, коммунистическая партия Российской Федерации. Напомним, что голосование проходило сразу в двух направлениях. Решалась судьба кандидатов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Приморского края. Итоги голосования определили ход событий во всех сферах жизни России на ближайшие пять лет. Екатерина Исаева, Хафиз Басыров, Тихотянское телевидение.